В Омске прошли матчи фаворитов в розыгрыше Кубка Омской флорбольной лиги. На финише группового турнира сразились команды Мир Хоккея и Форвард. За игрой наблюдала наша съемочная группа. Скрытый бросок из-под своего игрока, точно в верхний угол, следом изящная вертушка, классный гол броском с разворота. Нападающий команды Мир Хоккея Зубайдулоу Байдулаев главный герой первого периода матча. Форвард забил три гола, сделал передачу. К 11-й минуте Мир Хоккея повел 4-0. Установку была от обороны играть. Если шанс есть, сразу бросать в слабые места. У нас шанс есть, я посмотрел, есть бросок, я бросил раза три, попал, забил. Молниеносный ответ игроков клуба Форвард. Взрывные контратаки. Капитан команды Рустам Нурумов дважды поразил ворота соперников 4-2. Мы не расслаблялись, искали пути выхода из зоны через защиту. Пас на борт, из борта бросок. Скоростные атаки, быстрые передачи, стремительные комбинации, голы. Нападающие команды Мир Хоккея забили четыре мяча. Форвард-болисты Форварда только два. Решающий пятый гол игроки в салатовых футболках забили броском в касание и слета. Мир Хоккея победил 8-4 и команда заняла первое место в группе А. Во втором периоде нам удалось еще прибавить скорости. Прошли хорошие операции через центр. Комбинации получались. И нет несколько красивых атак. Сенсация в матче XL2 Energy. В четвертьфинал могли выйти только игроки в черной форме. Команда XL2. Форвард-болисты клуба Energy сыграли по-настоящему кубковый матч. Сражались в каждом эпизоде. Повели 3-0. Соперники отыграли два мяча. Но игроки команды Energy разыграли быструю комбинацию и забили решающий гол. Выиграли 4-3. Здорово, что у нас есть кубковые матчи. В таких турнирах надо играть до конца. Мы это продемонстрировали успешно. Выиграли более мотивированную команду. Показали отличные яркие комбинации. Нам, безусловно, нужна была эта победа. Мы доказали себе, что мы наравно можем играть с сильными соперниками. Град голов поединке новичков лиги. Команда Акулы быстро повела и владела преимуществом в матче с клубом. Шторм. 5-0 в середине первого периода. 9-7 за 4 минуты до сирены. Хворбалисты Шторма сумели забить два красивых гола. Один со слепой передачей. А затем вырвали победу в серии булитов. Решающий гол забил молодой игрок Константин Злобин. 10-9. Отличный турнир. Мы показали все, что смогли. Отличные ребята. Выполняли установку нашего тренера. Да и сыграли хорошо. Выиграли по булитам. Забили решающий гол. И, в общем, первая победа 12-го. Следующие матчи в розыгрыше Кубковской флорбольной лиги состоятся 14 мая. А в ближайшие выходные главная команда нашего региона, Сибирь, выступит в финале чемпионата страны, который пройдет в Нижнем Новгороде. Владимир Истомин, Максим Мартынов, Антенна 7.